кстати о государстве а государство пытается как-то зарегулировать всю эту историю или есть какие-то лакуны белые пятна где можно как-то двузначно или многозначно трактовать ту или иную ситуацию как для государства так и для человека обычного обывателя смотрите да вы правы лакуна есть и лакуна заключается в том что государство а в диалоге криптовалютой является основным основным органом центральный банк государство здесь пытается определить является ли криптовалюта недвижимостью или ценной бумагой от этого зависит большое количество факторов дальнейших регуляции центральный банк действительно начал эту подготовку и он долгое время ее ведет буквально на конференции которая состоялась по финансам несколько недель назад у нас очень триан это заместитель председателя центрального банка и мартин галстенко который является представителем центрального банка сообщили что действительно них есть уже закон он почти дописан и но они к нему очень вежливо и очень медлительно подходит силу того что там он должен быть максимально максимально комфортен для всех в этом плане действительно я очень признательно что они слушать у бизнесе там нас есть коммуникация какая-то вот и я думаю что в этом или следующем году закон уже будет окончательно нести нормальную функцию потому что помимо армении помимо государства делать как я сказал есть центральный банк есть еще министерство экономики которые в этом заинтересованы есть еще у нас зарубежные партнеры то есть западные страны это российская федерация где является тоже для них это тоже является важным потому что армения в настоящий момент в силу геополитических политических факторов стала своеобразным таким как бы айти и не только айти хабом и она фокусирует много капиталов из разных стран капиталы общаются и нужно сделать вот эти правила максимально прозрачными а пока вот у нас есть такие серые зоны как бы законодательные лакуны многие инвесторы на там армению могут не обращать внимания мы в прошлом году проводили несколько мероприятий с крупнейшими представителями этого криптомира многомиллиардного рынка с компаниями которые приезжали в армению и для них тоже важным является чтобы здесь был какой-то закон чтобы они могли офисы какие-то здесь основать нанимать сотрудников отсюда на легальной основе абсолютно делать инвестиции в этом направлении это для нас очень важно тоже небольшая инструкция от андроника таграмаджана как вести войти во всю эту историю если можно два или три шага для среднестатистического неофита этой истории смотрите здесь в первую очередь я вот всегда очень большой упор делаю на образование изучение предмета чтобы человек в дальнейшем не потерял свои деньги не сделал ошибки первый шаг это естественно понять нужно ту цель который ты преследуешь кто-то хочет работать в этой сфере чтобы получать обычную зарплату кто-то хочет инвестировать чтобы сохранить или приумножить свой капитал кто-то хочет просто изучить эту сферу с точки зрения технологического устройства чтобы потом потом воспроизвести нужно себе проект во всех этих сценариях требуется начать с изучения всех основ что такое веб-3 что такое блокчейн технология что такое криптовалюта как таковая из чего она технически состоит здесь всегда очень важным является образовательный механизм его в принципе не трудно найти есть байнерс это крупнейшая биржа у нее есть байнерс академии есть леджер эта компания крупная сама по холодным кошелькам за хранение криптовалют у нее тоже есть леджер академии любой человек я вот себя советую тем кто там хочет понять что-то должен зайти туда прочитать всю информацию там много уроков после того как он информацию ты усвоит у него уже будет понятнее что делать что не делать и что нужно чтобы быть безопасным а потому что эта сфера полна мошенников много очень вещей и технологии где есть какие-то угрозы безопасности за этим нужно смотреть это первый шаг второй шаг уже понять те валюты которыми ты соответственно с которыми ты собираешься работать или те проекты с которыми собираешься работать и нужно каждый проект и каждую валюту изучать вот просто вот смотрите вот всегда например вот диалоги с банкирами банкиры говорят о возможно это очень молодая сфера и она может очень быстро видоизмениться может ее вообще завтра не будет но мы в принципе чаще всего сможем провести какие-то параллели с тем же самым фондовым рынком при его основании и то же самое с криптосферой как бы сейчас тоже происходит бывают катаклизмы бывают какие-то изменения но сама в принципе система за последние несколько лет она приобретает какую-то форму приобретает большую больше влияние государства большую какую-то рамку такую фреймс именно законодательный поэтому мы будем дальше смотреть как она будет развиваться а если вот говорить применительно для обычного человека армении там для армении в целом это может быть таким стать хорошим подспорим для того чтобы а дополнительно зарабатывать б хранить деньги ц конвертировать это куда-то в другую страну там если тебе это потребуется и д для страны как таковой получить новый сектор который помимо того что будет платить налоги еще и будет привлекать новых игроков которые будут делать инвестиции вот поэтому маленький справочник и пошаговый элемент такой а у вас много конкурентов условно говоря есть ли многое имеем ли мы много желающих которые же хотят войти в этот бизнес инвестировать него меня слышно андроник повторите пожалуйста еще раз а если у вас конкуренты на этой поляне условно говоря много ли желающих войти в этот бизнес ощущаете ли вы конкуренцию что вам не так уж и просторно становится на этом поприще смотрите но вот если мы говорим про крипто терминалы то у нас конкурентов нет в армении то есть мы работаем у нас установлены ну как мы установлены единственные терминалы один из них кстати установлен в аэропорту как я говорил вот и это это скрипты терминалы присутствует действительно большое количество там серых или каких-то небезопасных обменников где вручную меняется то есть любой человек который прогуляется по еревану там по центру города может там это все дело увидеть это как ну работает как обычно какие-то меня в этом но и действительно кто-то из людей делает свои опции там тем более мы как бы из-за того что вышли в публичное поле и наши терминалы стоят в публичных местах они являются платежными терминалами мы работаем только в армянских драмах а многие люди идут и работают долларах аду как бы ну такое как таково хождение долларов запрещено по республике армении но многие люди это так делают потому что до сих пор крипто не урегулированы я только рад буду если будет регуляции появится дополнительные конкуренты но в настоящий момент сфере криптоматов которые мы сами кстати делаем то есть полностью наш техническое и там software и начинка и железная начинка это полностью наши изобретения вот мы только единственные в грузии кстати вот это помню друг грузии другая ситуация в грузии помимо того что комьюнити наверное тех людей которые этим пользуются в два раза больше если не в три там действительно присутствуют конкуренции для нас этот рынок тоже будет очень важно в силу того что но мы сможем тех людей которые там туристы из армении грузию или например там россияне которые постоянно перемещаются они смогут пользоваться нашим нашей экосистемы потому что для них это будет более удобно завершая наше общение а если армении шанс стать региональным хабом в хабом в плане криптовалюты и быть каким-то центром этого бизнеса смотрите вот я это вообще почти всегда лейтмотивом моих всех выступлений речей является я верю что это возможно в силу того что армении сейчас находится в уникальном положении что здесь могут сообщаться несколько капиталов разных стран там включая там иран включая грузию включая россию включая европейский союз включая америку и они могут комфортно друг другом общаться второй момент в армении очень высокий человеческий капитал и там эрудированность большое количество населения и технических возможностей что позволяет вот как бы этот процесс пойти дальше крутить третий момент в армении это армения одна из единственных стран мира где можно комфортно разговаривать одновременно на российском на русском языке на английском языке на там одном армянском языке и никто тебя нигде не поругает не ударит по голове как разных других странах и это тоже является важным фактором для того чтобы соединять людей вот поэтому я считаю что все предпосылки есть тем более тем более вот есть важные законодательные инициативы там от министерства экономики в принципе от правительства которые работают только на как бы содействие привлечения капитала и содействие привлечения человеческого капитала из-за рубежа например вот министерством экономики вместе там с центром инноваций инвестиций была разработана норма что если сотрудник входит в 400 институтов по топ рейтингу то вы можете получить за него определенный бонус вычета и льгот если вы его привозите он работает у вас в армении это очень важная как бы это очень важный элемент а идти сфера очень льготирована в налоговых поступлениях это тоже очень важно поэтому если мы дальше продолжим в этом направлении работать и по крипто сфере будет при предпринято регулирование то это позволит с еще большими сильными позициями выбиться в лидеры не только региона но и там вот большого региона то есть я имею ввиду как бы европу плюс азию силу того же как бы уникального такого положения как сейчас не спасибо за очень интересную беседу андроник